Что хочешь, Би-Кью? На, держись. Держу. Купи телевизор Би-Кью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Всем привет! Сегодня у нас немножко строительных хитростей для домашнего мастера. Поехали! Если вы что-то строите или вам необходимо нарезать много-много маленьких элементов одной длины, то на торцовочной пиле сделать это очень просто. Достаточно выставить брусок на необходимом расстоянии, прижать его струбциной и отрезать первую заготовку. Затем проверить, убедиться, что все верно и уже далее просто прижимая доску сделать нужное количество одинаковых элементов. Когда мы что-то строим, мы часто измеряем расстояние, а порой сразу несколько штук, ну, чтобы заранее сделать как можно больше заготовок, чтобы не бегать. Но вот не всегда эти замеры ты запомнишь в голове и приходится мерить по новой. Чтобы упростить себе задачу, на помощь придет малярная лента. Просто наклеиваем на рулетку пару кусочков и у нас получается под рукой мини-записной блокнот. Ну, а карандаш за ухом ведь всегда найдем. И теперь, измеряя расстояние, сразу записываем их. Ведь именно с этой рулеткой мы пойдем отрезать заготовки. И все размеры у нас на виду. При необходимости можно обклеить рулетку с двух сторон. Ну, а обновляется записная книжка за считанные секунды. От стройки всегда остаются остатки доски. И из них можно сделать массу полезных приспособств. Размечаем небольшой брусок 2 на 5 сантиметра и ставим пару точек. Отмечаем шилом для направления сверла. И засверливаем отверстия. После этого добавляем в один край еще один брусок и закрепляем его. Я часто сталкивался с ситуацией, когда нужно прижать доску, а обычной струбцины не хватает по длине. Так вот, такая простая приспособа поможет нарастить длину струбцины. Можно также использовать при склейке досок. Но тут понадобится еще одна рейка сверху. И тогда полет отличный. Из остатка бруска можно сделать простое и полезное устройство. Для этого размечаем центр, накалываем шилом и засверливаем отверстия. С помощью торцовочной пилы разделяем заготовку по диагонали и добавляем врезную гайку. Осталось вставить болт с шайбой и приспособление готово, которое позволяет расклинить две опоры и регулировать расстояние чуть ли не по миллиметрам. Удобно при установке дверей. Спокойно можно ловить уровень. Следующий совет будет связан с плиткой. Хоть я и кладу плитку на стену первый раз, но уже нахожу небольшие хитрости. Если вы делаете ремонт ванной или как я, строите дом и в будущем будете отделывать котельную, ванную, кухню плиткой, то вам как ни крути, придется высверливать отверстия под трубы или под розетки. Коронкой по керамике в 70 миллиметров. И чтобы не сжечь ее на первом отверстии, вот вам отличный совет. Возьмите обычную губку для посуды и уложите ее вовнутрь коронки. Теперь спокойно окуните в банку с водой. И таким образом при сверлении с губки будет выжиматься водичка и охлаждать коронку. И она прослужит вам намного дольше. А какие вы знаете хитрости при работе с плиткой? Делитесь советами, друзья, в комментах. Самые лучшие возьму в ролик. И отмечу каждого автора. Потому что для меня это сейчас ну очень актуально. Поставьте лайк, если видео было полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну а я пошел дальше укладывать плитку в котельной. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok